Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну вот, интересно, какие планы Чего ждать? Потом ты придешь, и тебе там остановка будет Что-нибудь предлагать, не знаю Еду, например Я только не поняла Вот я видела новость Про эти новые остановочные павильоны Но они выглядят Как те, которые уже есть в городе Ну, в смысле Их на этих местах не было, поэтому они новые А, вот, да Я пыталась понять, и думаю, вроде бы внешний вид Это уже достаточно привычный для Кирова Вот, но на самом деле выглядят очень симпатично Правда, это стеклянные такие павильоны Нам сказали, что они вроде бы не из стекла Но вот сейчас все это выясним Ну вот у меня в микрорайоне все остановки Такие И, к сожалению, они симпатичные Только первое время Потом на них налетают Эти ужасные люди, которые Любят клеить объявления и фиши Да Да, конечно, их периодически чистят Пытаются это все дело отодрать Моют, но безуспешно Потому что все равно остатки вот этого клея Каких-то вот оборванных листовок В иах, что называется Ну, вот это, кстати, тоже очень такой болезненный вопрос Ну, это касается не только, конечно, новых остановочных павильонов И не только в Кирове Да, не только в Кирове Любая остановка Борьба с товарищами, которые любят рекламу Свою размещать не там, где это нужно И можно А там, где хочется Это, мне кажется, такая история О которой мы тоже Лес 15 уже говорим Да, просто одно дело, когда это какая-то там Старая остановка, да И у тебя глаз замылился И ты вроде бы как привык, что она постоянно обвешана Вот этими какими-то листочками А другое дело, когда вот у тебя Две недели назад был новенький чистенький павильон И тут ты приходишь, и он опять обвешан Всеми этими лесами Думаешь, да господи А каждый раз ведь, извините, приведение в порядок Внешний вид остановки обходится в определенную сумму Эта сумма тратится из бюджета Из бюджета города Эти деньги могли бы быть потрачены на что-то более полезное Ну вот сейчас мы узнаем У Никиты Рякина, начальника отдела транспорта Администрации города Кирова Как, собственно, собираются эти новые остановочные павильоны Могут быть, да Защищать от вандалов Никита Андреевич, добрый день Добрый день Да, подскажите, пожалуйста Ну вот давайте просто напомним, да, горожанам В новостях это уже было Сколько остановочных павильонов Вот этих новых красивых сейчас появилось в городе На данный момент установлено Пять полноценных новых остановочных павильонов И до конца месяца планируется еще Двадцать одну штуку установить То есть всего двадцать шесть их будет, да? До конца, непосредственно, до конца Ой, прошу прощения До конца июля будет, ой, июля Установлено десять новых павильонов И в августе оставшиеся двадцать один То есть, соответственно, тридцать один павильон У нас будет установлен в городе новый Да А можно как-то локализовать районы города, да? Где эти новые павильоны появятся? Я могу сказать по улицам Давайте по улицам Соответственно, где будут установлены Это по улице Карла Маркса По Октябрьскому проспекту По улице Ленина Воровского, Московской, Красноюзной Комсомольской, Преображенской и Гурикова Но они появятся точечно То есть нет такого, я не знаю Вот мне почему-то казалось, что логичным было бы Например, в этом году мы меняем остановочные павильоны На одной улице В следующем году на другой Частями, чтобы не было такого, что раз новый павильон Потом раз какой-то старый То есть такого нет, они точечно устанавливаются, да? Пока да То есть пока будут они устанавливаться точечно И мы будем смотреть, насколько они работоспособны И насколько они удобны для граждан нашего города Никита Андреевич, смотрите, да Будут ли они как-то отличаться по размеру или по количеству? Да, потому что, например, есть остановки, на которых традиционно больше людей собирается Да, есть на которых меньше Как-то вот пассажиропоток Они вообще, да, они все эти 31 остановки, они одинаковые На театральной площади вот два павильона, да, насколько я помню Да, на театральной площади два павильона Но на самом деле 31 новый павильон, они будут разные Вот, то есть где-то он будет усеченный Где-то скандартный То есть побольше, поменьше Да, побольше, поменьше, да Соответственно, где загруженность Пассажиропотока увеличена Там, соответственно, будут большие павильоны Где поменьше, там, соответственно, поменьше Угу Во сколько обойдутся городу новые павильоны? Ну, порядка миллиона четыреста Один? Ну, или все? Нет, это 31 павильон 31 павильон, так дешево? Да Ну, да Ну, я бы не сказал, что это дешево Не-не-не, я просто сейчас почему-то начала вспоминать Вот эту историю с умной остановкой Которую нам сначала хотели поставить Но потом передумали И она, по-моему, одна стоила там сколько-то миллионов Да, и поэтому 31 остановка за миллион четыреста Это прямо радует Ну, да, мы стараемся Продить не все деньги Угу А будет ли эта работа продолжена в следующем году? Ну, вообще планируется, да А пока непонятно, да? Сколько, в каком объеме, на каких улицах? Пока я не могу сказать, чтобы не быть голословным и не врать людям Ну, то есть, понятно, пока не разработана еще такая схема, да, их установки? Ну, пока да Пока не уточнено Да, еще несколько вопросов по поводу вот этих остановочных павильонов И перейдем уже к тем, которые говорят Во-первых, хотела спросить, все-таки, из какого материала они? Потому что коллеги сообщают, что металлический остов плюс стекло Но мне вчера, по-моему, не помню уже, кто говорил о том, что это не совсем стекло Что это какой-то там типа закаленный поликарбонат, который невозможно будет разбить Честно говоря, я... По материалам не можете сказать, да? Не врать, да, я не могу сказать сейчас, какой конкретно это материал там используется Но я могу узнать и чуть позже... Чуть позже скажете Да, смотрите, я почему спрашиваю Потому что у нас ведь попытки установки остановок таких вот, ну, со стеклом Они были, в том числе, по-моему, возле администрации на улице Карла Маркса Когда-то очень давно появлялся тоже павильон, который был сделан то ли из стекла, то ли из поликарбоната, то ли еще из чего-то И, в общем, довольно быстро вот это вот стеклянное, скажем так, ограждение, оно было мало того, что заклеено, где-то было разбито, где-то было там, я не знаю, каким-то образом повреждено И потом эти стекла убирали и меняли, если я не ошибаюсь, ну, чуть ли не на фанерке Вот какое-то время так было, да? Потом, слава богу, эту установку ужасную убрали Вот здесь каким-то образом они защищены от вандалов или нет? Ну, то есть, понятно, что каждому полицейского же не приставишь, каждому павильон В этом плане, да, я согласен с вами, полицейских, и так у нас не хватает, честно говоря И тем более ставить на каждую установку не очень будет удобно Вот, как будет защищена от вандалов, вообще планируется установка на большинство новых павильонов, камер видеонаблюдения Соответственно, будем наблюдать и выявлять нарушителей То есть в режиме реального времени будут следить за тем, что происходит на каждой такой остановке И если вдруг будет понятно, что там совершается что-то нехорошее, противоправное То туда выйдут сотрудники правоохранительных органов и нарушителя поймают и накажут Ну, очень надеемся, что нарушителей не будет Ну, да, надеяться хочется, да, но, как говорится, все-таки готовься к худшему, что называется Это будет касаться и людей, которые расклеивают объявления, ну, то есть, если, например, вы камерами зафиксируете тех, кто пытается что-то там наклеить, афишу объявлений, еще что-то Ну, вообще, да, в идеале планируется от лишних объявлений, не санкционированных на остановках тоже избавляться А будет ли там какое-то, не знаю, там, место под размещение вот этих объявлений? Мы понимаем, что остановки – это, да, достаточно такое удобное место для... Хочется именно там свой материал разместить Да, 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 ну, трафик хороший, то есть, может быть, во избежание того, чтобы клеили именно на стекла Может быть, там будут какие-то, не знаю, там щиты установлены, на которые можно размещать эти объявления Не на всех, насколько я помню, не на всех остановках будет отдельная доска объявлений, скажем так Никита Андреевич, еще вопрос Что вообще есть на этой остановке, ну, то есть, кроме того, что сам павильон Это обычная остановка, да, или там что-то еще будет? Ну, вообще, это будет обычная остановка со скамейкой, с ветрозащитой с нескольких сторон крыши, естественно, от осадков и от солнца По поводу дополнительного оборудования, пока у нас тоже идут переговоры, то есть, возможно, устанавливаются розетки А, дополнительное оборудование, это USB, вот эти порты, где можно подключить телефон А будет ли там какая-то навигация, информация, не знаю, там, карта города, карта маршрутов, да, городского транспорта Да, мы планируем развесить маршрутную карту на остановке И, соответственно, будем указывать, какие маршруты обслуживают там данную остановку И с каким интервалом движения они ходят Старые остановки, старые павильоны, которые демонтировали, ну, не знаю, в тех точках, куда новые теперь поселились Сколько из них в хорошем состоянии и куда они уехали? Можно ли, да, их куда-то направить? Ну, говорилось о том, что, да, их куда-то будут переносить? У нас перенесено 16 старых павильонов И 5 павильонов, они уже, скажем так, в плачевном состоянии, они будут утилизированы Угу, угу, понятно А локации, куда устанавливают старые остановки, кому досталось решение? Кто будет донашивать ботиночки, что называется, да Куда их? В какие районы? В район Вересники, в район Парк Победы Так, в Новоярский район, в район Макси, который на Луганской находится, то есть, ну, вот в такие, как бы, в такие районы, не в центрах Угу, понятно Ну, то есть, понятно, что в центральной части города, особенно в юбилейный год, наверное, старые остановки ставить смысла нет, иначе можно было бы их оставить на прежнем месте Ну, по идее, да Да, да, еще вопрос, к говорящим остановкам переходим, откуда вообще идея? Вообще, идея говорящих остановок, это, скажем так, просьба людей с инвалидностью по зрению То есть, им, ну, скажем так, тяжело рассматривать табло, и они попросили устанавливать еще дублирующие звуковые, скажем так, оповещения Насколько хорошо сейчас программа справляется с тем, чтобы соотносить звук и подъезжающий транспорт? Нет ли ошибок? Ну, насколько я знаю, вот я выезжал на две остановки, ошибок не было То есть, это на театральной площади и напротив филармонии Да, ну, вот смотрите, я вчера видела видео в Телеграме, по-моему, в нашем, кажется, даже, да Где вот эта остановка говорит, говорит голосом, это возле гринхауса, да И вот там достаточно большой трафик, шума много от машин И, честно говоря, не очень хорошо слышно, мне кажется Ну, то есть, там, я понимаю, что люди с проблемами зрения, они обычно... Чуть лучше слышат, чем мы Чуть лучше слышат, да, чем мы, потому что это их орган восприятия, там, да, того, что происходит вокруг них Вот, и тем не менее, все равно, может быть, не знаю, там Погромче как-то сделать На самом деле, каждая остановка, у которой есть дублирующий звук Она, ее можно настраивать по громкости То есть, сейчас мы каждую остановку настраиваем под тот или иной район И под то или иное расположение остановки от жилых домов Потому что, ну, бывает, что люди в жилых домах просят убавить А, да, есть такая проблема, да Люди жалуются, в том числе, на светофоры, которые пищат Да, 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 да Это, да, тоже есть такой нюанс Мы работаем над этим То есть, это, то есть, громкость, громкость вот этих объявлений, она Регулируемая Регулируемая, во-первых Во-вторых, она такая, как есть, потому что Соразмеряли как-то уровень шума и там расстояние до жилых домов от остановки Да, да, то есть, мы как раз пытаемся соблюсти вот все Все пожелания всех граждан, то есть, кто пользуется транспортом Либо кто живет недалеко от данных остановок И, соответственно, вот мы как-то пытаемся найти золотую середину Чтобы было комфортно и удобно всем Сколько всего сейчас остановок с подобным оборудованием И планируется ли устанавливать их дальше? Потому что, если мы говорим об удобстве для слабовидящих людей То, очевидно, что это должно быть большинство остановков в городе, да Чтобы они могли пользоваться полноценно, да, общественным транспортом Да, то есть, в данный момент у нас установлено 18 умных остановок И 4 из них со звуком То есть, в дальнейшем мы планируем, естественно, планируем увеличивать это количество Чтобы было удобно всем Насколько это дороже или никак не влияет на цену? Звук Цена примерно такого табло около 200 тысяч Вот, то есть, и плюс в месяц примерно около 1000 рублей тратится на электроэнергию Данного табло Еще, Никита Андреевич, вопрос такой Я правильно понимаю, что это первый раз мы их поставили И будем теперь смотреть, как они себя покажут Потому что Нукиров это город, где прошлой зимой, извините, было 35 То есть, морозами как будут работать, пока непонятно, да Может быть, их придется отключать Да, да, то есть, мы будем смотреть, тестировать Как-то, может быть, другие Использовать другие электронные табло Либо техническую оснастку этих табло будем изменять То есть, будем смотреть на практике, как покажут они зимой Спасибо, Никита Рякин, начальник отдела транспорта администрации города Кирова Был с нами на связи, Никиту Андреевича отпускаем С Дарьей Да, подводим тихонечко к следующей нашей теме Просто хотела сказать, что миллион четыреста, вот нам показался Небольшой, небольшой цифрой Я, на самом деле, сейчас нашла Я вот буквально апрельский аукцион Когда администрация Кирова закупала пляжное оборудование На 660 тысяч с копейками И за эти деньги нужно было поставить деревянный душ С четырьмя лейками, четыре скамейки и три урну Поэтому совершенно логично, что миллион четыреста на тридцать одну остановку Нас немного удивило Получается, 45 тысяч примерно одна остановка Дешевле деревянного душа Как-то это... Нет, подожди, не может быть 45 тысяч Миллион четыреста на... Если вот я, смотри Открываю калькулятор Миллион четыреста разделить на тридцать один Получается, сорок пять тысяч сто шестьдесят один И много знаков после запятой Ладно, не знаю, может быть, мы немножко ошиблись в цифрах Но если что, поправимся Напоминаю, что радио Кировград дает возможность нашим гостям красиво и уверенно звучать А наш партнер, клиника аппаратной косметологии доктора Ильиной Дает вам возможность выглядеть красиво и эффектно Клиника доктора Ильиной – это клиника аппаратной и эстетической медицины Которая обеспечивает своим пациентам полный спектр современных медицинских услуг Для сохранения вашей молодости, здоровья и красоты Более 15 аппаратных методик, которые помогают эффективно работать С возрастными и дерматологическими проблемами кожи лица и тела пациентов Инъекционная косметология, уходовые комплексы, а также косметика для домашнего ухода Клиника доктора Ильиной – мы служим вашей красоте Пятницкая, 12, дробь 1, 44, 8008 Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистами Ну и напоминаю, что мы сейчас с Дарьей немного отдохнем А сейчас будет реклама И после нее вернемся в студию с программой Я вернусь в студию с программой Гордумы Коротковажного В гостях у меня будет Даниил Мамин, заместитель председателя Кировской городской думы